Мир равенства права человека – это лозунг недели за равенство инклюзии в этом месяце. Это то, что нам кажется актуальным на сегодняшний день. И несмотря на все вызовы, мы командой Химин Константы решили продолжать разговор. Меня зовут Наста, я сама из Минска. И я очень рада, что сегодня у нас такая тема про то, как появляется Human Rights. Мы очень любим на семинарах у людей спрашивать этот вопрос. Сегодня у нас будет возможность услышать разносторонние мнения. Но мы хотели бы поговорить про истоки появления в Human Rights, то есть прав человека в юридический документ, то, на что мы ссылаемся. И поэтому будем рады поговорить с вами на эту тему. Сегодня у нас отличный лектор. Я как раз хотела вам представить. Это Дмитрий Макаров, правозащитник. Мы очень много лет знакомы, даже не пробую считать, сколько. И у нас, мне кажется, такое совместное, очень большое правозащитное прошлое и, надеюсь, что будущее, что мы только вместе не делали. И придумали водный курс по правам человека, и тренинги вели, и по судам, наверное, ходили, и за акциями наблюдали, и миссию делали. Я вот сегодня почему-то вспоминала, как Дима меня выдернул. И в Минске, и в Москве, и, по-моему, в Киеве. Или в Киеве, возможно, не было. Да, в Киеве мне тоже кажется, что было. Я почему-то сегодня вспоминаю, когда у меня была первая сессия в магистратуре, и Дима меня выдернул с нее, чтобы приехать в Киев, потому что это было сразу после разгона студенческой демонстрации в 2013 году, после которой начался Майдан. И такой опыт работы с репрессивной практикой, с большим количеством задержанных, белорусский, мог быть там полезен. И, то есть, мы в разных точках в разное время оказывались. И мне кажется, что это такой пример, как может выглядеть жизнь людей из правозащитной среды. И часто это полезные опыты, которые мы любим транслировать. Поэтому сейчас я передам слово Диме. Он еще что-нибудь про себя расскажет, если захочет добавить. И полностью можете коммутировать. Да, я скажу еще пару слов про себя и про какой-то свой опыт, и про то, про что хотел сегодня поговорить. Но параллельно с этим я хотел бы вас попросить написать в чатике ответ на вопрос о том, что вас привело сюда сегодня. Вот, Настя, если ты можешь этот вопрос записать. Просто мне важно услышать, про что вам хотелось бы поговорить. Что вас откликается в разговоре про право человека, на каких темах, может быть, заострить внимание. То есть, буквально двумя фразами. Не только про что сегодня вы хотите поговорить, а что именно вас привело сегодня. Какой драйвер внутри заставил вас сегодняшний вечер потратить в разговорах про концепцию, которая, наверное, когда идет очередная масштабная война в центре Европы, многим кажется уже устаревшей и неактуальной. А вот так ли это? Или все-таки права человека не закончились 24 февраля с нападения Россией на Украину? Не закончились по мере того, как, несмотря на массовое вступление, устоял режим Лукашенко и режим Путина по-прежнему держится. То есть, только ли это про противостояние режимам или про что-то другое. В общем, все-таки что-то в вас откликнулось на тему этой лекции, что именно вас привело сюда сегодня, мне хотелось бы это услышать. Вот, про себя, если говорить, то я сейчас нахожусь в Воронеже, где живу, являюсь одним из руководителей московской хестеринской группы, вхожу в совет этой организации, которая старейшая из ныне действующих. Мы так часто про нее говорим. Это те люди, которые в условиях Советского Союза изобретали концепцию прав человека, во многом опираясь не столько на текст всеобщей декларации прав человека, про которую мы сегодня будем не тоже много говорить, сколько на свои представления о справедливости должном. Вот, и то есть организация с 76-го года функционирует, функционирует она и сейчас в этих непростых условиях. Вот, и для меня очень важна вот эта преемственность поколений. С другой стороны, я много лет был, входил в Координационный Совет, был даже сопредседателем Координационного Совета Международного молодежного правозащитного движения, которое объединяло молодых правозащитников не только России, но всего, скажем так, постсоветского пространства. Не знаю, насколько уместно говорить про русскоязычное пространство, опять же, да, русский язык был основным языком общения для нас, хотя в сеть входили и каргызы, и казахи, и белорусы, и украинцы. В общем, тоже сеть канула в небытие, в силу внутренних противоречий, в силу того, что мы сами перестали быть молодежью, в силу каких-то разборок внутри, ну и в силу того, что очень многих разделила война. Тоже стоит про это говорить. То есть если грузинская война, на которую мы откликались миротворческими акциями, такой сильный раскол не внесла, то уже аннексия Крыма в 2014 году и раскол возле этого, и российско-украинское противостояние, вот уже положили, в общем-то, серьезные такие раскол, когда идентичность правозащитника вдруг для многих стала вторичной по сравнению с идентичностью, не знаю, украинцем или идентичностью россиянина в контексте того, что со мной как с россиянином начали разговаривать как с россиянином, как ни с коллегией, ни с правозащитником и так далее. Это понятно, хотя и прискорбно, да, то есть это тоже наша реальность, да, и это тоже ограничение той универсалистской концепции, которую мы продвигаем, когда говорим про права человека. Вот, еще два человека к нам присоединяются, и напомню вопрос, что вас привело сюда сегодня, да, про что хотелось бы поговорить. Вот, вот не знаю, что еще про себя сказать, кроме того, что помимо участия в непосредственно каких-то правозащитных инициативах, организациях, вот я еще занимаюсь правозащитным просвещением, образованием в этой сфере, вот, и пытаюсь домысливать эту концепцию, которая, на мой взгляд, по-прежнему является, ну, не до конца, что ли, проработанной, укорененной, то есть во многом считывается как что-то, что привнесено как куда-то извне, а не то, что произрастает в обществе. Хотя мне кажется, что и белорусское общество, и российское общество, и украинское общество, да, и другие постсоветские общества, если уместно инвестить этот термин, они сейчас переживают тот период, когда они права человека присваивают себе. Одним из лозунгов Майдана был права человека, права лудыны понадусы, да. Вот насколько он был оправдан, другой вопрос, но он там был, он там звучал, да. Правозащитные лозунги звучали и на митингах в Беларуси, теряясь часто за политическими требованиями, но тем не менее они звучали. Правозащитная повестка как никогда актуальна сейчас в России, актуальна в Казахстане, который пережил тоже сейчас массовые беспорядки с насилием обоюдным, да, как со стороны протестующих, так со стороны государства. И тоже общество пытается осмыслить это, как бы трансформировать это, и права человека дает определенные инструменты для этого. То есть все это очень актуально, на мой взгляд. Вот, и собственно про это хотелось поговорить. Вот, и я так понимаю, что все, кто хотел присоединиться, к нам присоединились. Вот, и я вот озвучу те вопросы, которые сейчас звучат. Вот речь от Дарьи идет о том, что она была на многих курсах, тренингах, и лекция об истоке глубинных прав человека. Каждый раз получается узнать что-то новое. Вот, отлично. Я надеюсь, что это тоже будет не исключением. Но если есть готовность и желание поделиться, может быть, поспорить с какими-то тезисами, это тоже всячески приветствуется. Это можно делать в чате, это можно делать голосом, можно включиться с видео и так далее. Вот Миша пишет, что хочется сравнить изначальную концепцию про человека и то, как мы представляем, продвигаем сейчас. Отлично. И наконец Соня хочет структуровать для себя в голове, почему свобода каждого человека – это важно. Просто для собственной уверенности, подпитки своих сил и для какого-то противостояния. Это тоже важно. И знаете, я тут должен признаться, что когда Наста обратилась ко мне с просьбой, предложением почитать эту лекцию, я решил, что я подготовлю очень такой серьезный исторический анализ, потому что я занимался историей водопучея, мы делали с коллегами виртуальный музей всеобщей декларации прав человека на русском языке, изучали историк-создателей, переводили разные тексты. Я думал, что я подготовлю такой исторический экскурс, сделаю биографии выдающихся людей, которые за этим стояли, все представлю, расскажу и так далее. Но за несколько дней до этого я понял, что у меня совершенно нет сил на это, что текущая повестка совершенно заклеснула. И презентацию я не подготовлю. Я даже сегодня с утра думал, а про что я буду сегодня говорить вообще? Наста, ты хотел что-то запомнить? От меня все-таки запрос, этого, конечно, нет в комментариях, но небольшой минимальный исторический экскурс я бы все-таки хотела, если можно, чтобы нам было от чего опираться. Не проблема, сделаем, конечно. Но с другой стороны я понял, что как раз именно сейчас не нужны презентации, но нужен как раз разговор про то, про что все-таки. Это концепция, которая не должна восприниматься для нас как что-то уходящее вглубь истории. Это то, что происходит, то, что творится прямо сейчас. История меняется каждые 15 минут. Более того, история еще не написана. То есть мы сейчас с вами пишем историю прав человека. Вот реально, я здесь не преодолеваю нисколько. Вот 15 минут назад, как раз, 25 минут назад, я вот прочитал сообщение о том, что Россия официально подал заявление о выходе из Совета Европы. Да, вот. И это тоже некий исторический шаг. Да, то есть вот до этого мы грустно шутили, иронизировали на Белоруссию, в которой не входило в Совет Европы, на которой не распространялись нормы Европейской конвенции о защите прав человека основных свобод, и у которой были только ООНовские механизмы защиты. И во многом Беларусь в 2010 году и после была таким, не сказать полигоном, но через опыт Беларуси мы пытались понять и осмыслить, ощупать границы допустимого вообще. И те немногие механизмы защиты, которые мы можем использовать, как на национальном уровне, так и на международном. Потому что Европейский суд, он воспринимается как что-то эффективное, что-то работающее, ООНовские механизмы как что-то далекое и не до конца выстроенное. Вот сейчас мы опять же здесь в одной лодке. И снова вопрос. Только ли права человека это, то есть права человека это только то, что доступно тем, кто может написать жалобу в Европейский суд? Это только для тех, у кого есть какие-то эффективные механизмы защиты? Если нет Совета Европы, или даже если ООНовская система коллапсирует, останутся ли права человека? Те из вас, кто был на вводном курсе, помнят о том, что мы, когда говорим про концепцию прав человека, мы говорим, что она из двух элементов состоит. С одной стороны, это про идеи, концепции, ценности, а с другой стороны, про нормы и стандарты. Что идеи, концепции, ценности и прав человека кажется в человеческой истории были всегда. Комат цилиндра Кира, который первые какие-то нормы, о том, что все люди должны быть отравны перед судом, закрепляли до великой картии вольности, которая, может быть, не на всех людей, но на оборонов точно распространяла какие-то нормы, до последующих деклараций в зависимости США или декларации прав человека и гражданина Французской республики. То есть вот эти ценности, вот они как-то были предметом обсуждения философов, активистов, революционеров как нормы, они предмет все-таки нового времени, предмет новейшей истории. И мы говорим про всеобщую декларацию прав человека как тот ключевой этап по истории прав человека, когда они получили свое закрепление на бумаге. Уже не просто как нормы, концепции, опирающиеся на идеи справедливости, равенства, свободы, но и как конкретные стандарты и обязательства государства. И чуть позже это получило свое развитие в пакте и в той самой Европейской конвенции защиты прав человека и основных свобод, которые вот Россия теперь не готова признавать. Вот стандарты, это воплотилось стандарты в конкретные нормы. И поэтому мы говорим о всеобщей декларации прав человека как ключевой веке, как ключевой в каком-то таком этапе в развитии этой концепции. Потому что от дискуссий, от споров, в которых могут быть разные мнения о том, как мы определяем свободу, как мы измеряем справедливость, мы перешли к конкретным стандартам, которые говорят о том, что пытать нельзя никого нигде, даже если очень хочется. То есть нельзя людей заключать в рабство, нельзя людей лишать произвольно свободы, нельзя их убивать просто потому, что так захотелось власть придержащим. Должны быть какие-то нормы и ограничения. И вот этот многовековой стремление к справедливости, оно воплотилось в конкретных документах. И государство, как носители власти, как носители суверенитета, приняли на себя эти обязательства. И это последствия Второй мировой войны, последствия тех ужасов, которые испытала на себе значимая часть человечества. Для того, чтобы эти ужасы не повторились, вот надо закрепить определенные обязательства государства, которые защищают конкретную личность против тоталитарного произвола. Это все общие места, кажется, и это все вот та история, которая была когда-то тогда написана. Но про что это сейчас? Вот прямо сейчас, когда кажется, что государство, и не только про Россию речь, отказываются от этих обязательств. Да, вот понятно, что сейчас очень много внимания как раз в агрессивной войне, которую ведет Российская Федерация, но ведь дискуссия о том, насколько эта концепция действительно является универсалисткой, она идет, они идут достаточно давно, идут они в Британии, где есть концепция определенных британских ценностей. И вот часть моих британских коллег с удивлением обнаружили, например, о том, что в британских школьных учебниках, допустим, историю прав человека возводят как раз в Великой Хартии Вольности, а всеобщие декларации прав человека уделяют достаточно мало внимания. То есть вот есть британские ценности, воплощенные вот в этом средневековом документе, который мы несем до сих пор, а есть навязанные немножко извне, опять же, нормы. То есть ладно, всеобщие декларации прав человека хотя бы упоминаются, а вот Европейская конвенция, которая, Европейский суд, это уже вторжение в наш сориентет, на наши суды самые справедливые, один из самых древних. Зачем нам какие-то независимые арбитры в Страсбурге, которые будут диктовать нам, например, то, что заключенные должны иметь право голосовать? Мы хотим сами решать. Наш парламент суверенен в этом смысле. Или дискуссии во Франции, которая, несмотря на то, что является страной, которая приняла на своей территории, разместила Совет Европы, не говоря уже про органы Европейского Союза, Европейский парламент и так далее. На Совете Европы Европейский суд в Страсбурге находится. Франция то лишь в 70-х годах присоединилась к Европейской конвенции о правах человека и признала юрисдикцию ЕСПЧ. Тоже считая, что права человека придумали мы, французы, нечего к нам лезть со своими универсалистскими идеями. И это отдельная тоже история. Или про США, если мы говорим. Тут неприменимы европейские какие-то нормы, но применима вот эта концепция того, что мы особенные. Зачем нам ограничивать наш суверенитет ради чего-то, если и так у нас все хорошо с судебной системой. Более того, мы не хотим передавать возможность какого-то, например, международного правосудия непонятным судам или непонятным институциям, которые от нас не зависят. И поэтому Америка до сих пор испытывает колоссальные сложности сертификации даже таких, казалось бы, бесспорных документов, как конвенция по правам ребенка или конвенция по ликвидации всех форм дискриминации отношений с женщиной. Я уж не говорю про юрисдикцию комитета по правам человека или, не дай бог, юрисдикцию международного уголовного суда. Это что, получается, американских солдат будут судить где-то на основании какого-то там римского статута? Как это вообще можно представить? То есть вот эта универсальная и универсалистская идея, которая получилась закрепление вот на волне вот этого полного и действительно универсального какого-то возмущения известными нацистов, она оказалась не такой уж и универсалисткой. Она как бы не выдерживает вот этот тест, когда на международную арену выходят не только государства-победители или те немногие колониальные державы, которые существовали после Второй мировой войны, огромное количество новых акторов. И в этом смысле история всеобщей декларации она симптоматична. И она может раскладываться на несколько пластов опять же. И может быть тоже в комментариях, если особенно я уверен, что есть люди, которые историю всеобщей декларации про человека изучали, может быть вы просто напишите про что она для вас. Я попробую какое-то свое видение представить, но я хочу завершить эту мысль про универсальность. Даже не случайно всеобщая декларация и universal declaration она претендует на некую универсальность. И эта универсальность она раскладывается на несколько составляющих. То есть одна из этих составляющих это то, что она как бы всепланетарна, она принята всеми государствами. Вот вторая это составляющая, что она распространяется на всех людей без исключения. Вне зависимости от того, ты гражданин Евросоюза, страны Евросоюза, гражданин США, Беларуси, Индии, Китая и так далее. То есть не важно, чей ты гражданин, на тебя как на человека распространяется универсальное действие этого документа. И как бы третий элемент универсальности, что она обобщает те права, которые являются хотя бы минимальным стандартам, по поводу которого удалось договориться. Это отдельно тоже интересная история, какие права вошли в этот список и какие права потом удалось закрепить не только в декларативном документе, но и в последующих каких-то институциях, которые декларируемые права призваны защищать. И это как бы третий момент. И сюда же дискуссия о гражданских политических правах, экономических, социальных, культурных правах, которые часто относят к дискуссии о поколениях прав, но для меня это не только про это. Это скорее про то, по поводу чего все-таки удалось достичь договоренности. И как бы про это тоже я как бы отдельно скажу в общем. То есть для меня вот эта универсальность, вот эта всеобщность, которая заложена в декларации, она по крайней мере про три эти части. Вот. И опять же открыт к вопросам и жду ваших комментариев о том, про что это. Вот Наталья комментирует, что очень по канту это все. И до этого комментарий на правильном посмотри, пожалуйста. Да, то, что это про практики защиты прав, нотки оптимизма. Я думаю, что нотки оптимизма я все-таки вставлю в конце. Вот. Потому что я остаюсь по-прежнему оптимизмом, оптимистом, хотя порой накрывает так, что просто хочется плакать на взрытие, если честно, от того, что происходит. Но параллельно с этим я вижу примеры потрясающей солидарности. Да, это тоже к вопросу о том, на каких историях мы заостряем. Да, внимание свое, под какие истории мы заточены. Мы, как прозащитники, заточены под ужас, кошмар и беспросветность. Да, при том, что если посмотреть на тот прогресс, который сделал человечество, в общем, тут есть чем похвастаться в принципе. И даже в текущих условиях я вижу основы не только вот этого старого, никак не умершего, держащего всеми своими когтями, всеми своими зубами старого мира, который говорит о том, что человеку волк, сила определяет, кто сильнее, тот и прав. Я параллельно с этим вижу, что люди проявляют солидарность, возмещая беженцев в своих домах. Уже несколько миллионов украинских беженцев, например. Люди говорят друг с другом про это. Люди задаются вопросом о том, как нам с этим справляться. То есть для меня в этом много оптимизма. Хотя, конечно, в каждом явлении полно боли и страданий. Не очень мне удается вас на комментарии развести. Поэтому, видимо, я буду дальше вещать про свое представление о универсальности. Я перечислил те проблемы, которые с этим заходом на то, что это все-таки всеобщие нормы возникали. Они возникали в том, что есть эта укорененность в каких-то национальных традиций. То есть есть некий миф о том, что права человека это продукт западной интеллектуальной мысли. Это продукт эпохи просвещения. Если вы почитаете большинство учебников про ранч-лайка, про это будет четко сказано. Будет сказано, что вот французская революция, концепция права человека, вот продукт эпохи просвещения, вот рациональное мышление. Вот опять же, поскольку мы историю пишем прямо сейчас, мне кажется, что мы в этих моментах можем вычленять то, что нам позволяет, дает силу двигаться дальше. То, что нас вдохновляет. Вот меня, честно говоря, история о том, что это навязанное или что это продукт западной интеллектуальной мысли вдохновляет не очень. Меня гораздо больше вдохновляет истории создателей всеобщей декларации права человека, среди которых наряду с блестящим юристом, советником, правовым советником Дегуоля Виной Касаном, который заложил основу правовой конструкции вот этой ВДПЧ о последствии Европейской Конвенции, были истории Чарльза Малика, ливанского философа, дипломата, который, ну, как бы можно сопротивление натяжки говорить, что он продукт европейской культуры, то есть он ливанский христианин, в общем, но это уже Ближний Восток. Или истории латинских делегатов, латинско-американских делегатов, которые наставили как раз на социально-экономических и культурных правах, вдохновляясь как раз скорее традициями коренных племен этого континента. или истории китайского делегата Джейн Пуньдженя, в общем, я коверкаю его имя постоянно, в общем, но который как раз в первую статью всеобщей декларации по его настоянию был включен вот этот термин, который в переводах наделены достоинством, достоинством, то есть все люди наделены достоинством и должны поступать друг с другом в духе братства, так первая статья всеобщей декларации формулируется. Вот этот термин достоинства он опирается на конфуцианский принцип жен, который скорее не про достоинство, а про такую божественную искру, то есть очень такой укорененной восточной традиции, чем в христианской и западной. И это тоже элемент вот этих дискуссий универсалистских, которые происходили даже тогда среди государств, которых не так много было на карте на тот момент. И поэтому можно разглядеть в этом, что это попытка человечества договориться о каких-то общих ценностях. И меня это вдохновляет гораздо больше, чем то, что это очередной продукт иудео-христианской цивилизации или западного интеллектуального подхода или эпохи рационализма, потому что мы видим, что эпоха рационализма нас приводит к каталогическому кризису, нас приводит к колониальному дискурсу и конкретным этим всем явлением совершенно позорным в истории, когда недержавы подчиняют себе другие и выкачивают из них все ресурсы и так далее. То есть это тоже продукт рационального Мишель и кажется, что в правах человека заложены такие моменты, которые позволяют против этого возражать, потому что люди, они все люди, не только белые обеспеченные европейцы, но и как бы все остальные тоже. Вот, и поэтому это, ну, всеобщую декларацию права человека поднимали на знамя освободительной борьбы и постколониальные движения, и движения за права чернокожих в Америке или движения против апартеида в Южной Африке, потому что там есть вот этот освободительный пафос, которого нет, если мы говорим о том, что это какая-то навязанная сверху история, которую вот на дипломаты, интеллектуалы, философы собрались и вот как бы это все обобщили. Вот, и для меня вот этот освободительный момент и универсалистский вот этот момент, он еще и связан с тем, что всеобщая декларация права человека рождалась действительно как продукт дипломатической договоренности с одной стороны, а с другой стороны как продукт реального мощного гражданского движения. Да, то есть когда вот видно здесь этот самый Герберт Уэллс, да, знаменитый фантаст, пишет свой памфлет в Rights of Man, да, когда Ганди пишет письмо о том, насколько важны права человека в ООН, да, когда разные религиозные организации самых разных динаминаций собираются и обсуждают, каким должны быть основы вот этой системы, основанной на правах человека в возникающей организации объединенных наций, да, то есть Жан-Маритен, католический философ из Франции, да, то есть чья философская работа наряду с другими интеллектуальными обсуждениями предвосхищала уже потом дипломатические переговоры, на которых участвовали представители государства. То есть это как бы действительно продукт обсуждений самых разных гражданских групп, самых разных интеллектуальных течений и они толкали государство для того, чтобы этот документ родился и лег в основу вот дипломатических договоренностей. То есть для меня это тоже про опять же силу гражданских движений, да, про которые в общем мне кажется мы часто забываем, да, истории же пишут не они, истории пишут как раз чаще всего представители государств, да, поэтому этот пласт недоисследован, но в истории всеобщей декларации прав человека мы можем найти и этот пласт. Вообще в истории прав человека в целом мы можем найти вот этот колоссальный пласт того, как это не спущенные сверху документы, да, а это реально продукт гражданских усилий свободных людей, объединенных в различные гражданские движения. Вот, то есть для меня история всеобщей декларации про это, да, это один пласт, да, второй пласт, да, и может быть это дает вам опору и сегодня, да, может быть, да, потому что, ну, как бы, на мой взгляд, Беларусь демонстрировал примеры как раз гражданской солидарности, и может быть основы как бы вот этого опыта станут базисом для какого-то дальнейшего социального творчества после того, как страна обретет хоть какую-то политическую свободу. На то же у меня надежды и в России, да, и у меня в целом по-прежнему есть надежды к не столько к национальным, сколько к международным гражданским движениям, которые еще должны сказать свое слово во всех этих историях, да, вот, но это как бы отдельная большая тема, но я про это хочу специально обозначить, если это вам дает опоры в истории всеобщей декларации прав человека, вы точно найдете примеры для вдохновения, да, и возможно на этих моментах надо прям заострять внимание, да, вот, про что это еще, да, про что права человека и конкретно вот этот документ, родившийся в 48-м году, может ли это быть про то, как мы формулируем свои идеи так, чтобы они имели тот самый universal appeal, да, какую-то общую значимость, да, потому что вот Элеонора Рузвельт, возглавлявшая комиссию по разработке всеобщей декларации прав человека, вот эти все замечательные люди, да, Рене Кассан, Чарльз Малик, Джордж Хамфри, да, который не входил в эту комиссию, но как дипломат, точнее, как сотрудник ООН участвовал в проработке графтов, то есть блестящий канадский юрист, да, то есть вот латиноамериканские кандидаты, кандидаты, делегаты от Советского Союза, да, в том числе правовед Нидбайла от Украины, да, или прокурор Вышинский из СССР, который, в общем, сложно его представить поборником прав человека, да, но тем не менее, да, он говорил, одна из его критик в отношении всеобщей декларации прав человека была в том, что этот документ, который не подкреплен конкретными инструментами обеспечения, да, вот, и в этом смысле он неожиданно звучал точно так же, как Криней Касан, который разочарован тем, что государства не договорились о механизмах обеспечения всеобщей декларации, сконцентрировал свои усилия на европейском континенте, да, и возникла европейская конвенция и европейский суд по праву человека, который обеспечивает его суды для денег, да, а в ООНовской системе пакты и соответствующие комитеты возникли гораздо позже, да, в 66-м, и, соответственно, они были подписаны и в 76-м только ратифицированы, да, 10 лет еще ушло на это все, да, то есть, но тем не менее, вот эта критика Советского Союза, она, как ни странно, в общем, вполне себе была уместна и совпадала с критикой других людей, которые другими мотивами, может быть, руководствовались, но тоже вообще такие же идеи озвучили, да, или вот эта идея о важности экономических, социальных и культурных прав, да, ну, в частности, экономических и социальных, да, то есть мы тоже часто воспринимаем это как то, что вот, ну, Европейский Союз, Советский Союз, уговорка, я бы про Фрейду не видела, вот Советский Союз, он, понимая, что гражданские и политические права внутри не обеспечены, не являются достаточной ценностью, он настаивал на том, что вот экономические и социальные важны, вот, в Америке неравенство, в Америке несправедливость, и поэтому, как вы можете говорить про гражданские и политические права, когда у вас люди там с голоду умирают, да, к примеру, да, то есть вот, но, как бы это тоже интересная критика, потому что важность экономических и социально-культурных прав не до конца смысленно, в общем, да, и как ни странно, эту позицию поддерживали не только, исходя там из своих каких-то политических, конъюнктурных соображений делегаты Советского Союза, я уже говорил про делегатов в Латинской Америке, которые тоже про это говорили, да, понятно, что это такое наследие, может быть, коммунистических движений, но это тоже важный разговор, да, про то, готовы ли мы, как государство, к примеру, обеспечить определенными стандартами, определенными минимальными какими-то нормами вот эти важные для людей ценности, важные для людей запросы, или нет, да, моя проблема с экономически-социальными и культурными правами не в том, что они, там, права какого-то следующего поколения, моя проблема как раз в том, что по поводу них нет четкого консенсуса, нет четких договоренностей, и, как бы, государства не договорились по сути о том, как они это обеспечивают, что считается правом на достойную, достойную жизнь, да, что считается правом на жилище, да, какие стандарты минимальные в этой сфере должны быть, нам еще всем предстоит про это поговорить, может быть, в каком-то смысле критика со стороны коммунистических, там, социалистических режимов, здесь окажется, ну, тоже каким-то, какой-то пищей для вдохновления, но я это к тому, к чему говорю, я это к тому, что вот в тех условиях государства, дипломаты, представляющие эти государства, они пытались найти тот самый вот универсальный какой-то формат, да, какую-то общую минимальную договоренность, по поводу которой все подпишутся, да, и мы знаем, что всеобщая декларация прав человека была поддержана всеми, за исключением восьми воздержавшихся государств, число которых как раз вошли с СССР, и украинская СССР, белорусская СССР, да, там, Чехословакия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Аравия, еще там, ряд государств, вот, но это же колоссальный такой дипломатический прорыв, возможно ли он сейчас в текущих условиях, к примеру, можем ли мы договориться, когда количество государств гораздо больше сейчас, гораздо больше разнообразия здесь, больше ли идеологического разнообразия или нет, или наоборот, мы все-таки пришли к признанию каких-то общих ценностей и можем по-прежнему договариваться в каких-то общих универсальных подходах, это же тоже уникальное такое дипломатическое достижение, как мне кажется, вот, поэтому для меня это тоже вот про эту историю, да, вот, и это еще история про то, как договариваться с политическими оппонентами, я не случайно здесь цитировал Советский Союз, не случайно здесь говорю про Саудовскую Аравию, которая выступала, например, против гарантии защиты от дискриминации в отношении женщин, например, как представителей такого консервативного мусульманского государства, для них это был болезненный момент, да, вот, и это тоже вопрос, да, тем не менее, да, то есть они не голосовали против, да, они воздержались, да, и это тоже говорит о том, что в тех непростых условиях договорились, в том числе между странами, которые вот-вот начнут враждовать между собой, ну, практически в открытой во время холодной войны, да, вот, и следующее такое соглашение возникло лишь в 75-м году в Хейсенском акте, да, когда страны Варшавского блока и страны НАТО договорились о том, что безопасность включает в себя не только какое-то военное измерение, не только экономическое и технологическое измерение, но и человеческое измерение, а именно право человека и верховеренства права. То сколько еще лет прошло, прежде чем подобный компромисс стал возможен между оппонентами, врагами, рождающими системами. В 48-м году он оказался возможен. Да, вот, и для меня это тоже про это. Вот, и мы сейчас еще накануне очередного вот этого обострения украино-российского противостояния и открытой войны в общем мы говорили о необходимости вернуться к Хельсинки той эпохе и попытаться понять все-таки как мы понимаем безопасность и включать в безопасность права человека, верховеренства права, какие-то основы защиты личности, потому что в конце концов если личность не защищена, то есть к чему тогда мерится количество боеголовок. То есть человек себя чувствует в безопасности не только тогда, когда нет войны, но и тогда, когда он не боится полицейского и не ожидает от суда то, что он будет скоро на расправу и совершенно не будет его слушать. То есть вот этот аспект как бы вот он в всеобщей декларации проявился в зачаточном состоянии, потом в Хельсинском акте и сейчас снова будет на повестке, когда закончится вооруженные столкновения. То есть мы так или иначе вернемся к этому и снова встанет вопрос, где будут границы того компромисса, о котором придется договариваться совершенно разным актором по разному смотрящему на ценностные вопросы. Вот, то есть и вот всеобщая декларация прав человека это уникальный пример, когда такие договоренности были достигнуты. Вот, наконец, третье и четвертое измерение, которое я бы здесь тоже бросил, то, что во многом не столько всеобщая декларация прав человека, сколько вся ОНОВская система. Это система выросшая из Второй мировой войны и система основанная ее победителями. Да, вот, и отчасти мы по-прежнему в этой же парадигме, да, потому что в Совете безопасности сидят те, кто, собственно, победил во Второй мировой войне, сидят члены ядерного клуба. Должны ли они там сидеть, должны ли у них у всех быть права вета, в то время, как мир совершенно другой сейчас изменился. И, собственно, мы сейчас на пороге опять же серьезных обсуждений того, насколько Совет безопасности в том виде, в котором он есть, отвечает потребности. Российская агрессивная война подталкивает очень активно к этим обсуждениям. Создаются вопросы, нужны ли нам член Совета безопасности, который ведет себя настолько безответственно, угрожает ядерной войной. Но ведь можно вспомнить и Китай, который право вета накладывает на те резолюции, которые им нравятся. Можно вспомнить и США, которые, в общем, тоже не так часто, но тем не менее злоупотребляют этим правом. И вот эти противоречия будут обостряться. И это тоже поствоенная реальность той эпохи. Какой будет сейчас постпоствоенный мир? Мы не можем уже опираться на те ценности или те ужасы, которые мы наблюдали во время Второго мировой войны. Вот нам демонстрируют новые ужасы, новые кошмары. И в каком-то смысле, так же, как тогда, мы столкнемся с той же дилеммой, что есть некое зло, как бы был Гитлер. Это абсолютное зло. Мы его наказали нерубневским трибуналом, трибунал победителей. Если посмотреть, есть совершенно потрясающий фильм как раз про нерубневский трибунал, где блестящий немецкий юрист осуществляет защиту этих людей, обрекавших тысячи на жертвы в концлагерях, когда судят судей, которые применяли неруберские дискриминационные законы в этом самом неруберке, и он произносит блестящую речь в их защиту, как раз говорит о том, что, но ведь в этих преступлениях участвовали не только они, участвовали многие другие европейские государства, участвовали, они по-многому это пощали, закрывали на это глаза и так далее. И да, вина на этих людей, которые сейчас на скамне подсудимых, но ответственность на нас всех. И это очень мощная речь. И в каком-то смысле мы признаем вину нацистских преступников, но мы не признаем ответственность во многом других, которые этому способствуют. И вот мы столкнемся с той же дилеммой. То есть есть люди виновные, есть те, кто отдавал приказ о выпуске ракет, о начале боевых действий, но есть те, кто несет ответственность за это. Те, кто с ними сидел за одним столом, те, кто размещал их капитал у себя в банках, кто закрывал на это глаза, несмотря на критику правозащитников. То есть это тоже будет колоссальная и очень важная дискуссия. Дискуссия как раз в контексте нового поствоенного мира. И сейчас есть вот эта очень опасная тенденция некого морального превосходства, что как бы есть некие злодеи, сидящие в Кремле чаще всего в Совете Безопасности, не ООН, а Российском. Есть доблестные борцы с тиранами, но есть вопрос общей ответственности, вот той системы, которая подтолкнула к этому, не смогла остановить эту войну, не смогла реагировать должным образом на военные преступления, к примеру, разных сторон. И в этом смысле Запад, когда он смотрит на Путина, он во многом смотрит в кривое зеркало, потому что Россия делает все то, что она считает, делает Запад. Ну, как бы точечные удары по украинским городам, точечные удары, это то же самое, что позволял Америка, нанося точечные удары по Белграду, например, или бомбя Багдад, вне согласия ООН. То есть, как бы, если позволено это вот другим большим дядям, то мы тоже, как большие дяди, можем себе это позволить. То есть, и это не отрефлексированная история, то есть, и это история, которая, ну, потому что прав же всегда тот, кто победил, тот, кто проиграл, он изначально неправ. То есть, как бы, важно победить любой ценой. То есть, вот эта, ну, логика некого морального опасные вещи. И вот, на мой взгляд, в правах человека заложен некоторые границы, которые не позволены переступать никому. Да, вот, но тем, у кого много власти, очень сложно принять на себя эти границы. Очень сложно себя ограничить в этом, И вот мы сталкиваемся вот с последствиями этого. Возможно, мы когда-то очень грустно шутили с коллегами, нас-то не даст соврать, что возможно для того, чтобы, ну, уже был очевидно кризис вот этой всей международной системы защиты прав человека, еще в 2010 году, когда, ну, по сути дела, Беларусь выбилась как бы из общего консенсуса тем, что, поясним мысль, да, тем, что фактически было сказано о том, что это не разовые единичные нарушения, которые можно исправить. Ну, как вот все вступили в Совет Европы, да, или подписали и ратифицировали пакт, признали юрисдикцию комитет по плану человека и добровольно приняли на себя обязательства, и дальше, ну, бывают какие-то эксцессы отдельные, да, то есть, ну, как бы там кого-то незаконно ограничили в свободе, да, ну, вот вышли за пределы допустимого, да, то есть, вот судебная система внутри страны должна, по идее, это корректировать, но если не смогла, то есть международный арбитр, который скажет, укажет на недочет, что вот вы взяли на себя это обязательство, вот здесь вы его нарушили, да, и вот здесь исправляйте, да, в отношении конкретного человека, и, ну, меры общего порядка принимайте для того, чтобы это не повторялось, да, то есть, работает на консенсусе, нет же приставов международных, нет международного полицейского, который тебя заставит, ты добровольно взял на себя обязательства, да, вот здесь конкретно переусердствовал, или вышел за пределы допустимого, тебе на это указали, вот, ну, ты признал юрисдикцию этого конкретного органа, ты справляешься, да, вот, если ты начинаешь взбрыкиваться, ну, как бы те другие говорят государству о том, что, ну, нехорошо так поступать, да, вот, а что происходит, если государство берет на себя эти обязательства, но в реальности не собирается их соблюдать, ну, то есть, и плевать на вот эти все робкие попытки призвать к порядку, да, вот, на мой взгляд, Беларусь с 2010 года, вот, ну, и позже Беларусь уже последующих годов и Россия, это примеры таких государств, Азербайджан отчасти, отчасти Турция, это примеры таких государств, которые, в общем-то, сказали о том, что мы, в общем, плевать хотели на эти нормы, мы не собираемся их соблюдать по большому счету, вот, и дальше они находят какие-то основания для этого, в общем, но это другая реальность, это реальность, которая уже этот консенсус поствоенный, разрушена, и непонятно, как быть с такими государствами, ну, то есть, если с теми, кого можно привлечь не только кнутом, но и пряником, например, членственным Евросоюзом, примерно понятно, как разговаривать, а как быть с государствами, которые в Евросоюз не готовы, не собираются и не очень-то, в общем, хотят вступать, вот Беларусь и Россия, типичные примеры, да, даже с Турцией пытались в этот пряник играть, тоже не очень получилось, да, то есть стимулов нет, воли политической нет, инструментов принуждения нет, как с этим быть, непонятно, да, вот, и это, вот этот колоссальный вызов, с которым нам еще предстоит справиться, как обеспечить работу этой системы, да, и вот мы, получается, оказываясь в ситуации, когда, ну, как бы, кто сильнее, тот и прав, кто наглее, тот и может делать то, что себе позволяет, вот, и право перестает работать, вот, и вернуть право, в общем, вот в эти отношения, мне кажется, это наша задача, не только как вот правозащитника профессионалов, но как людей, которые, ну, любых людей, да, независимых профессиональных занятостей, да, как людей, которые волнуются о, вот, этих аспектах, и это вот тоже тот вызов, с которым мы будем работать в ближайшие годы, в общем-то, то есть, и для меня, вот, и история всеобщей декларации прав человека здесь пример для вдохновения, ну, и вот последующие истории, когда гражданские организации пытались напоминать о том, что система, ну, как бы, дает сбои, мы говорили про этот кризис, что невозможно, эта система не работает, тогда, когда нет этой доброй воли, да, и, собственно, вот эта грустная шутка, которую я отсылал, она была как раз про это, да, неужели потребуется еще одна большая война, для того, чтобы человечество поняло, что его объединяет, да, и какие инструменты должны работать, потому что на все наши попытки говорить о том, что эта система не заработает исключительно усилиями отдельно взятых экспертов, это слишком важно для того, чтобы отдавать это международным бюрократам, они встречали непонимание, не только у международных бюрократов, которых мы критиковали, среди них, кстати, иногда мы находили союзников, но скорее даже среди гражданского общества, которое, ну, которое в более благополучных странах исходило из того, что нужно просто, ну, чуть больше юристов подготовить, они будут более качественные жалобы посылать в европейские суды, по международной инстанции, и мы методом литигирования как бы отдельные нюансы решим, зачем нам заниматься правозащитным движением, например, как движение, зачем нам заниматься правозащитным просвещением, нужно просто юристов готовить, они должны просто лучше разбираться в нормах, стандартах, ну, или экспертов, которые доклады будут писать, да, потому что ведь, если до международных инстанций дойдет нужная информация, они там как-нибудь прилетят на голубом вертолете, высадятся где-нибудь, вот, и ситуацию исправят. Ну, вот, нам показалось, нам давно уже кажется, что это ошибочный подход, что как раз важны эти институции, важны эти инструменты, но они ничего без опоры на какое-то гражданское движение, для которого право человека является ценностью, которое настаивает на том, что это не какие-то выдумки, не навязанные Западом или международными инстанциями, непонятная для нас материя. Это часть нашего общества, это часть наших договоренностей с властями, это часть наших требований к ним, вот, и мне кажется, что, вот опять же, возвращаясь к освободительному вот этому моменту, заложенному в концепции прав человека, для меня это еще и про это, то есть, вот эти требования должны идти снизу, не только сверху, не только сбоку, вот, и в этом смысле очень важна та работа, которая вот ведет Химан Константа по правозащитному посвящению, многие другие наши коллеги, которые вот подобные лекции устраивают. Вот эти три измерения всеобщей декларации прав человека, про которые я говорил, и три вот эти измерения универсализма мне вот показались важными, и я поделился своими соображениями, и буду рад дополнительные вопросы услышать, и может быть реплики какие-то, опять же, в режиме чата, или может быть в режиме голоса. Вы спрашивали про историю ВДПЧ, у меня почему-то не работает ссылка на сайт, сайт сейчас не работает? Я сейчас скину ссылку, вот, мы переносили его на другой домен, вот, но могу сказать, что действительно во многом работа над этим сайтом была заморожена, возможно, стоит к нему вернуться. Я думаю, что сейчас интерес к этому будет очень высокий, вот, и вот я скинул ссылку, и опять же, здесь это не только про какие-то исторические изыскания, это еще действительно про попытку найти опору во всем, потому что, например, я когда смотрел про вклад, например, в Белоруссию, да, или Украину, да, то есть, опять же, было бы интересно в этом покопаться, на самом деле. Вот, у нас на сайте, например, есть история, на этом сайте есть история белорусского диссидента, который был арестован за то, что распространял всеобщую декларацию, Михаил Кукабака, автор самой сдаты, распространитель текста декларации по профессии электрика, да, то есть, представьте себе, электрика в Советском Союзе, который на печатной машинке распространяет текст всеобщей декларации прав человека и как бы несет его в массы, его за это арестовывают и сажают, ну, то есть, это же колоссально, это же потрясающая история, так мне кажется, да, вот, и всеобщую декларацию прав человека из Амали при обысках в Советском Союзе, вот, хотя Советский Союз был одним из разработчиков, подписантов декларации, вот, пусть и воздержавшись при Нелосоламе, вот, я думаю, что таких историй можно откопать много, достаточно, и у них тоже можно черпать какое-то вдохновение, вот, и, опять же, это не только про исторические какие-то экскурсы, это еще и про то, на каких аспектах мы заостряем внимание, да, вот, на истории ВДПЧ или истории прав человека, как истории, там, борьбы с тиранией, какими-то действиями в несвободных государствах, как дипломатическим каким-то достижением, договоренности между разными государствами, в том числе находящимися в оппозиции друг к другу, или это про гражданские движения, которые за этим стоят, да, ну, продвигали эту идею в самых неблагоприятных условиях, да, в общем, вопреки, как казалось бы, историческому контексту, но опираясь, тем не менее, на самые разные философские, идейные соображения. Хочешь ли ты как-то отреагировать на все-таки вопросы, которые были в начале? Да, если ты мне поможешь их озвучить, я буду рад отреагировать, и, может быть, какие-то вопросы возникли по ходу моих длинных тиран, вот, или, наоборот, или желание поспорить с отдельными тезисами, я тоже буду рад. А вот был вопрос от Миши про сравнить начальную концепцию и, представляем, продвигаем сейчас, немножко ты про это говорил, но, может быть, еще какие-нибудь прям такие отличительные признаки. Ну, я тут должен сознаться, что я долгое время очень скептически относился к этому документу, да, как бы глазами юриста я смотрел на декларацию и говорил, ну, это же ничему не обязывает, вот, другое дело Европейская конвенция, ну, или хотя бы пакт, да, кто знал, что, как бы, Европейская конвенция для России перестанет действовать, и, собственно, большая часть моего, какого-то, такого правозащитно-юридического образования, она была сконцентрирована вокруг того, что мы разбирали тексты Европейской конвенции, всеобщую декларацию упоминали по ходу. Только потом я понял, что, как бы, вот этот цивилизационный прорыв, как мы обозначили там в заголовке лекции, он как раз был в 48-м году, не в 56-м, когда Европейская конвенция была применена, хотя, как бы, фрустрацию Рене Кассана, того самого французского юриста, блестящего совершенно, который сказал, что раз вы не обеспечили декларацию механизмной защиты, то и хрен с вами, я создам нечто подобное на европейском континенте, и, собственно, Совет Европы во многом возникал благодаря таким людям, как он. Но, тем не менее, вот этот вклад всеобщей декларации, его невозможно переоценить, именно в силу вот этой универсальности, пусть декларативной, но тем не менее, да, то есть это действительно продукт человеческой цивилизации, продукт, ну, как бы, мыслей разных людей, разных выдающихся мыслителей предыдущих эпох. Да, то есть, что мы из этого выносим сейчас, это то, что это живой документ, то, что помимо того, что написано на бумаге, это еще должно быть обеспечено практикой. И вот дальше мы как раз идем по пути создания институций, которые обеспечивают, во-первых, договоренности по поводу конкретных стандартов и норм, во-вторых, механизм их соблюдения. И здесь, конечно, нам еще много очень предстоит сделать, потому что, возможно, вот Советами Европы поторопились, приняв туда государства, которые не были готовы в реальности следовать взятым на себя обязательствам. Возможно, должны быть какие-то инструменты, которые не зависят от воли государства. А вот в рамках ООН, например, помимо комитета по правилам человека, есть, например, еще спецзакладчики, которые независимые эксперты отдельно. Чаще всего люди из академической среды, часто это люди с правозащитным опытом, которые не представляют конкретные государства, члены ООН, а являются отдельными независимыми экспертами. И понятно, что это самая недофинансированная часть системы. на условный универсальный периодический обзор, где государство критикует друг друга, тратится гораздо больше денег, чем на работу спецзакладчиков. Хотя универсальный периодический обзор это такое дипломатическое упражнение. Вы похвалите нас за это, мы вас похвалим за это, мы вас поругаем за это, вы в ответ нам скажете, что у вас там все плохо с ЛГБТ или с социально-экономическими правами, кому уж больше нравится. То есть независимые эксперты, независимые от государства, которые как раз способны в силу своей вот этой отдельной позиции отстаивать общечеловеческие ценности, национальные интересы. Их роль недооценена. Недооценена и интеллектуально, недооценена и финансово. Потому что мы понимаем, что в мире политики там, где деньги, там и основные приоритеты. Поэтому нам, возможно, предстоит еще про это думать. Или я часто привожу пример тоже к вопросу о приоритетах, что весь Совет Европы, который является общеевропейской организацией, обеспечивающей верховестное право, нормы политической демократии и права человека. Тратится бюджет, сопоставимый с бюджетом перевода в рамках Евросоюза. То есть на переводчиков тратят примерно столько же, сколько на весь Совет Европы. То есть это тоже говорит об обеспеченных приоритетах. То есть если хотя бы часть этих ресурсов была бы перенаправлена на укрепление этих институций, возможно, они не были бы настолько беспомощны сейчас перед лекционом тех вызовов, с которыми не сталкиваются. Где сейчас убысье, где умы в этой ситуации? То есть какие-то общие воззвания есть, но реальной силы за ним нет. Но эта сила возникает тогда, когда это подкреплено другими источниками власти. То есть государственные очень торопятся в эту сторону смотреть. И вот опять же я говорил про Беларусь как один из таких для нас важных примеров, на которых мы пытались нащупать границы допустимого и те ограничения, которые сейчас существуют. Когда мы пытались инициировать межгосударственные жалобы в комитете по плану по плану сейчас нет ни одной. Европейской суде есть межгосударственные жалобы, сейчас они активно используются. Но тоже с оговорками я про это еще расскажу. А в комитете по плану человека нет ни одной. Мы пытались найти хоть одно государство, которое в том числе на словах очень жестко критиковало Беларусь, выступало в поддержку требований правозащитников. Хорошо, подайте жалобу межгосударственную по отдельным аспектам нарушения прав человека. Вы же про это выступаете? Ну как бы непонятно. Это уже какой-то другой инструмент. Это не просто на словах осуждать и выражать озабоченность. Это уже запускать и придавать силу правовым инструментам, которые в какой-то момент могут быть обернуты против тебя. И поэтому сейчас в Европейский суд Россия пытается обжаловать действия Украины в ответ на многочисленные украинские иски. Но опять же нету межгосударственных жалоб, например, в которых государство действует вне привязки, например, к своим национальным интересам. Понятно, там есть Украина, Грузия, сейчас есть Голландия, Нидерланды, которые подали межгосударственные жалобы в Европейском суде против России из-за сбитого Боинга, где граждане Нидерландов погибли. То есть понятный предмет спора. Но ведь в этих механизмах правозащитных в институциях заложены возможности обжаловать, подавать жалобы межгосударственные в тех случаях, в которых нету прямого как бы национального интереса. Но государство не торопится это использовать. А почему бы не поддержать ту жалобу, которую, например, Украина поформулирует по преследованному своих гражданам? Или поддержать какие-то другие межгосударственные жалобы, если вы выступаете в защиту тех прав, которые отдельные заявители пытаются защищать в европейском суде Порошенко. Нет ответа. Даже с этой нидерландской жалобой, то есть граждане, были еще в Великобритальной Германии, что-то в Великобритальной Германии не присоединяются к этому, к этой жалобе. Не хотят использовать, не хотят укреплять правовые инструменты. Очень удобно решать вопросы за закрытыми переговорами дипломатов. Ну, или, в крайнем случае, вот на поле боя. Это привычный механизм. А право как альтернатива в реальности не рассматривается. И это, на мой взгляд, прискорбно. И это один из тех вызовов, которые нам предстоит решать. Потому что сейчас тоже даже в текущем кризисе логика войны, логика противостояния экономического и войны в том числе сейчас. И это уже колоссальный прогресс, потому что Третью мировую войну все-таки никто не хочет допустить. Поэтому война ведется как бы иными средствами. А вот может быть мы как человечество в том числе зададимся вопросом о том, какие еще есть инструменты в нашем распоряжении. Право, возможно, одно из них. Кажется, стоит уделить ему больше внимания. Как бы так. Какие там еще были вопросы? Там есть рука у Натальи. если это близко к теме, можем сейчас дать ей слово, а потом вернуться к вопросу Соню. Да, добрый вечер. У меня два вопроса. Мне понравилась идея про ответственность, которую вы озвучили, потому что она у меня сейчас вертится в голове, думаю, не только у меня. Как можно, вопрос такой, какие практики возможны, или может быть кто-то их уже, какие-то идеи такие есть у политологов, у юристов, я не знаю, по поводу расширения ответственности такой вот на уровне человека, на уровне стран, то есть на макро-микро-уровнях, потому как мы видим, что в данной ситуации, когда лишь только мировое сообщество почувствовало реальную угрозу третьей мировой, то получается, что это только нашло отклик в людях, как бы в их душах, в их ответственности, и мы видим, какая сейчас солидарность международная, то есть вот вопрос ответственности у меня первый, какие могут быть здесь практики, как можно это расширить, как можно их как бы так в жизнь воплотить, вот реальность, и второй вопрос, как можно защитить права и нормы внутри государства, когда у нас достаточно мы никем не защищены международными институтами в этом плане, как можно защищать от эти нормы права, от интерпретации смыслов, потому что для меня лично я вижу сплошную интерпретацию смыслов, сути, и получается, что у лжи много инструментов, а у правды инструментов мало, и выходит, возможно ли было предотвратить, предвидеть вот это вот, такую ситуацию, когда интерпретируется буквально всё образно в интересах народа, когда это очень часто используется, или ещё какие-то другие предлоги, получается, что имитируется какая-то имитируется осуществление права, но на самом деле я вижу интерпретации и так далее, вот у меня два вопроса таких. Отличные вопросы, мне кажется, они прям вот фундаментальные, у меня, конечно, нет прям вот готовых ответов, у меня есть некоторые свои мысли, потому что я вот прям ровно теми же вопросами задаюсь, то есть я, наверное, начну с конца, то есть как сделать так, чтобы право работало, и чтобы права человека работали, на мой взгляд, они работают тогда, когда в них верят, вот если мы продолжаем верить то, что они существуют, то, что к ним предстоит апеллировать, имеет смысл апеллировать, они будут существовать, ну то есть право наполняется содержанием тогда, когда люди ему апеллируют, люди его используют, если они перестают в него верить, оно перестает работать, вот его невозможно обеспечить исключительно принуждением, особенно, когда мы говорим про международное право, где вообще непонятно, кто кого и как может принудить, но даже на внутригосударственном уровне это тоже так, да вот, и в этом смысле кажется, что нужно окончательно его десакрализировать, нужно перестать считать, что это исключительно удел юристов, судей, правоприменителей, нет, это как бы вопрос важнейший для всего общества, то есть общество должно настаивать на том, чтобы прописанные нормы и стандарты соблюдались, знаете, вот как бы советские диссиденты выходили на почту и говорили соблюдайте вашу конституцию, то есть они во многом изобрели термин правозащитники, потому что на английском языке нет этого слова, немножко про другое, они говорили как раз про то, что право должно работать, если вы обещаете, то соблюдайте, иначе это действительно ложь, и мы эту ложь обнажаем и будем про это говорить, то есть они были маргиналами, которые тем не менее потом стали мейнстримом и вновь маргиналами, сейчас как бы только-только мы начали переживать, по крайней мере в России, ренессанс какого-то интереса к этим темам, то есть реально большой гражданский приток в правозащитной организации начал возникать, то есть мы снова отброшены назад вот этим ужасным конфликтом, война списывает на нет все эти усилия, но мы к этому еще вернемся, то есть не знаю, понятно ли здесь объясняю этот посыл, но мне кажется, что это про какую-то каждодневную такую вот практику гражданскую, наполнять право содержанием и смыслом, возможно, это означает создавать альтернативные правовые институты, то есть если государство настолько прогнило, давайте договариваться вне его как бы альтернативные механизмы разрешения споров, про это тоже надо думать и говорить, это тоже возможно, то есть опять же, если мы вынуждены работать с этими судами, к примеру, давайте не делать вид, что это в этих судах происходит правосудие, давайте называть вещи своими именами, к примеру, и вокруг этого выстраивать какое-то опять же гражданское движение, потому что нам что говорят, как бы вы не лезьте, нам как специалистам все понятно, не смейте ставить под сомнение вынесенные нами решения, потому что это как бы и есть правосудие, но это не правосудие, если оно не ощущается как правосудие, правосудие, то есть правосудие не только должно совершаться, оно должно еще быть видимым, что оно совершается, вот сейчас то, что в наших странах называется правосудием, таковым не является, мне кажется, нужно какое-то возвращение гражданам, возможность участвовать в отправлении правосудия, в наполнении правосудия, не знаю, понятно, я это говорю, это разлагается, может быть, даже на конкретные действия, то есть мы пытались там вызывать какие-то механизмы гражданского контроля над судами, например, это в эту сторону, или механизмы гражданского контроля над силовыми структурами, тоже в эту сторону, наиболее закрытые структуры, которые, тем не менее, должны быть под отчетным обществу, не могут быть закрыты от него, или попытки говорить про то, что эти законы, не правовые, потому что они несправедливые, они противоречат здравому смыслу, они вводят какие-то совершенно чудовищные понятия, да, вот, мне кажется, что для вас, как для людей, живущих, имеющих отношения к Беларуси, это все очевидно и болезненно, да, то есть нету, мне кажется, простых ответов, но какое-то гражданское движение вокруг возвращение права, праву его реального содержания должно быть, да, право как искусство справедливости, а не как искусство лжи, там, и как правильно оправдать произвол, да, вот, возвращаясь к первому вопросу, да, напомните, там речь шла про про ответственность, про то, как можно расширить вообще, да, и какими практиками, возможно, может быть, какие-то мировые примеры, ну, примеры каких-то других стран и так далее. Ну, примеры достаточно любопытные есть, когда действительно внутри общества запускались диалог, запускался какой-то диалог на тему того, как мы дошли до такой ситуации, да, и рефлексировалась ответственность, не только конкретных, там, не знаю, палачей, исполнителей, каких-то преступных приказов, людей, которые действительно творили жуткие вещи, но и общество, которое на это закрывало глаза, да, то есть, это, ну, то есть, есть пример, там, комиссии по правде и примирению в Южной Африке, суды Гачача в Руанде, где смысл не только в том, чтобы наказать виновного, да, то есть, правосудие в традиционном смысле для этого годится, но оно не годится для того, что общество исцелилось, осознало какую-то свою общую ответственность, да, здесь право один из, лишь один из инструментов, да, есть другие тоже инструменты, это не только про правду, да, найти, кто прав, кто виноват, и установить конкретную вину, это еще и про примирение, как нам, как общество, двигаться с этим дальше, ну, вот, мы даже, ну, для меня это был, допустим, фундаментальный вопрос, когда мы, в том числе, какие-то механизмы наблюдения на митингах запускали и механизмы гражданского контроля, да, то есть вот нам нужно в том числе осваивать какие-то практики медиации, да, какого-то разрешения конфликтов, потому что в противном случае мы, говоря исключительно об ответственности людей за злодеяния, мы как бы превращаем их в преступников, которые не могут дать обратный ход, да, то есть правовые инструменты здесь сталкиваются тоже с определенными пределами своего применения, не знаю, понятно мои мысли или нет, но то есть если считать всех людей там в форме, в погонах преступниками и исключительно обличать их преступления, это лишь одна из функций, да, то есть и она нас тоже заводит в логику эскалации, в логику конфликта, да, то есть эти люди, в которых мы видим врагов, будут и в нас видеть врагов, нужно находить какие-то механизмы диалога, разговора, потому что так или иначе нам всем жить в одном государстве, да, в одном обществе, ходить по одним и тем же улицам, потому что невозможно, скажем так, всех плохих людей бросить в тюрьму, как бы всех хороших выпустить и после этого зажить счастливо, то есть так и не работает, то есть какие-то другие механизмы должны как бы включаться, да, вот и разговор про ответственность во многом не отрефлексирован, ведь я тоже какими-то, может быть, церковными сейчас тезисами, набросками оперирую, но опыт обществ, которые чуть-чуть это пытались преодолевать, он вот и есть. Я назвал как минимум два примера, да, очень интересные, например, еще ирландские примеры, да, где католическая, протестантская община разговаривали друг в друга, стреляли в друг друга, сейчас все-таки более-менее мирно как-то пытаются существовать и договариваться, да, вот, тоже еще один пример, да, то есть наверное в мире немало такого опыта и нам еще в постсоветском пространстве предстоит это пройти, потому что ведь речь не только о том, что есть какие-то люди, захватившие власть и творящие беспределы, есть еще общество, которое это поддерживает, есть огромное количество исполнителей, которые являются частью этой системы, да, вот, и как бы худшее, что можно придумать, это говорить о том, что, ну вот, мы придем к власти и всех их пересажаем, то есть это как бы означает, что они победят, даже если проиграют. А можно я вставлю пару копеек про интерпретацию смыслов и там скорее про второй вопрос, который Наталья озвучивала. Мне кажется, что и как раз к тому вопросу, который писал Миша, что есть, мне кажется, небольшая разница с тем, как права человека когда создавались и то, как мы их видим сейчас, хотя бы в том, что у нас есть достаточно большие наработанные стандарты, на которые мы можем банально ссылаться, да, по многих правах, там есть много там решений проопринетные практики, замечания общего порядка, чего угодно, и мы можем сказать, что это право все включают в то и то, и если вы там на уровне государства с этим не согласны, то значит, что вы не согласны с самим правом и с тем набором обязанностей, которые на себя брали. И тут скорее, мне кажется, вопрос готова, там, государство, власть признавать важность прав человека, есть ли требования общества, соблюдательства, права человека или нет. То есть если они признают, они пробуют хоть что-то делать и не могут себе позволить там говорить, что нет, это вот нам кажется, что вот в этом случае свободное мероприятие собрание не нарушается, если мы вам разрешение на акции даем, да, там условно. А если нету такого приоритета, то понятно, что можно говорить все что угодно, интерпретировать смыслы правда по-разному и говорить, что право человека это западный продукт, там чуждо и так далее. Хотя сегодня Вадим озвучил, что это совсем другое, совсем по-другому создавалось. Из таких смешных свежих примеров я люблю собирать кейсы про то, как, например, в Беларуси раз на уровне чиновники суды трактуют права человека. Вот со свежего кейса относительно свежего, там осенью заканчивался суд над блогером-анархистом Николаем Дедком и прокурор в своем последнем слове, когда зачитывал окончательно обвинение и просил его требования, он, например, сказал, что то, что там Никола участвовал в акциях, выходил на дорогу, в том числе содействовал прикрытию дорог, все это нарушает право на свободу перемещения, потому что не могли перемещаться автобусы, машины, люди, то есть прокурор трактовал таким образом и, конечно, было очень красиво наблюдать, как адвокатка все эти тезисы, как раз ссылаясь на стандарты, на замечание общего порядка, объяснила, что это право про другое совсем, и тем более он, как физическое лицо, условно, не может нарушать право человека, но для меня немножко смешно, что там и прокуроры, и медосудие, они не боятся брать эту терминологию, но абсолютно неуклюже ее используют, и, очевидно, не разбираясь в нюансах, но это проблема, что нас этому, например, на формальных учебных заведениях в принципе и не учат, и понятно, что на их курсах улучшения квалификации, к сожалению, тоже, но при этом они про них вспоминают, когда им надо, и интерпретируют по-своему, и меня это всегда очень смешит. Ну, мне кажется, что у нас сажают во имя прав человека, и теперь бомбят во имя прав человека, ну, то есть, и как бы вопрос просто в том, что подходит ли наш язык прав человека для того, чтобы мы могли делать то, что мы считаем важным, да, то есть, возможно, и я как бы даже готов к таким дискуссиям, возможно, стоит отказаться и придумать какой-то другой язык, не знаю, да, то есть, для меня как бы ценности свободы, там, справедливости, равенства, они как бы остаются фундаментальными, то есть, и для меня права человека это метаконцепция, которая как бы, ну, живет, опять же, пока есть люди, которые наполняют ее смыслом, то есть, либо мы отдаем это на откуп вот, людям, государствам, международным бюрократам, юристам, экспертам, либо мы все-таки наполняем ее своими смыслами, вот, как бы, про это, мне кажется, что здесь пока еще вот эта битва за наполнение этого, этой концепции, каким-то содержанием, которое соответствует нашим представлениям о должном, она пока еще не проиграна. Более того, ну, как бы, может быть, отдельные битвы проиграны, но война в целом, да уж, простите за милитаристскую терминологию, она пока еще не завершена. То есть, вот, и как бы вопрос просто в том, да, готовы ли мы осознанно вот, как бы, в эту, в эту историю, в эту борьбу включиться. да, ты хотел еще что-то добавить? Ну, я исключительно на технический момент, что у нас осталось не очень много времени, чтобы сильно не затягивать. Ну, я вот, да, как раз хотел, да, озвучить. Хорошо, да, давайте, пару комментариев, и я как раз хотел тогда пару завершающих слов сказать. Ну, вот, с наших начальных вопросов был вопрос от Сони, почему свобода каждого человека это важно? Не знаю, может быть, стоит что-то уточнить, потому что я тоже не до конца понимаю, в каком контексте, и вот как раз был вопрос от Натальи про нотки оптимизма в контексте практики защиты прав человека. Ну, не знаю, было ли у меня, были ли у меня нотки оптимизма, мне кажется, были все-таки, по крайней мере, я уверен, что эта история еще далека от завершения, вот, и я убежден о том, что ценности свободы, справедливости, они являются универсальными, да, вот, и вопрос просто в том, что мы, как мы договариваемся о границах и о наполнении, реальном наполнении этих ценностных вещей, ну, то есть, я в разных аудиториях говорю про человека, да, вот, и в каждой аудитории можно найти отклик на эти темы, даже если разговариваешь с заключенными колонии, да, особенно если ты с ними разговариваешь, или с сотрудниками колонии, или с сотрудниками правоохранительных органов, или со студентами, которых загнали на лекцию про правоохранительных органов, когда начинаешь говорить о том, с каким проблемами они сталкиваются, полицейский беспредел, да, или опасения, что, как бы, призовут, и, ну, сейчас, вот, например, по беспределу отправят в зону военных действий, да, срочников, да, то есть, эти опасения есть, и это напрямую про право человека, это напрямую, может быть, про потребности безопасности, да, то есть, и это может быть напрямую про потребности быть услышанными ведь люди выходят на площади в том числе российских городов на части от безысходности потому что у них не остается других каналов выражения своей позиции они все остальные перекрыты вот и это тоже очень как бы важное проявление люди хотят участвовать в тех решений принятие тех решений которые влияют на жизнь вот человека может быть не дают такой возможности но право человека от отчерчивают пространство где такие возможности есть если этих пространств нет как ты там не вкладывайся в параллельные истории с развитием экономики параллельной истории там с с какими-то альтернативными пространствами то есть рано или поздно придется все равно сталкиваться с государством который придет и попробовать отнять свою свободу и ограничить вот и права человека в этом контексте принципиально важны вот сейчас это эта драма так сказать и трагедия такого креативного класса такого российского до которая думала что можно не заниматься политикой я не потому что там ходить не ходить на выбор может они даже ходили на выбор да то есть но они как бы передавали свои политические голоса кому-то еще кто-то еще это делать пусть оппозиционной партии да то есть или не кто-то еще как бы этим всем занимается это типа не про нас мы развиваем свой бизнес мы как бы там альтернативные какие-то пространства развиваем это не знаю от медитации йоги до каких-то в альтернативных других практик и так далее вот сейчас это все стремительно склопывается беларусь это тоже так то есть невозможно было не свободном государстве нормальное развитие чего бы не было рано или поздно ты столкнешься с этим да и вот и вот эти за потребности не реализованы в несвободном обществе они в том числе могут себя отстаивать языком про человека я про это вот и нам нужно этот язык возможно переизобретать и да это про личный ответ и это еще про коллективное действие потому что как бы вопрос не только в личном выборе да как бы вот я сейчас все чаще думаю мысли о том что ну как бы стоим во многом да и все истории которые я рассказывал это были про истории ну как герои горска диссидента вышедших на площадь да как бы там за люди бросившие вызов системе как бы герои чаще всего одиночки которые вот в этой неравной борьбе либо погибли либо каким-то чудом вышли победитель на этой истории героев вот мне кажется сейчас истории пишут уже не герои как бы сейчас истории пишут гражданские движения сейчас истории пишут коллективы и как бы в этом смысле нам нужно искать единомышленников объединяться с другими создавать с ними новые истории мир слишком большой слишком взаимосвязанный это как бы ну то есть не знаю в общем не хочется эту мысль как-то докрутить вот нужно нужно массовое гражданское не политическое движение за право человека но должно быть транснациональным здесь говорилось по поводу того что как можно достигнуть этого внутри отдельной страны вот на мой взгляд никак вот были попытки в том числе украинские коллеги коллеги из стран центральной азии не говорили но смотрите мы как бы уже одной ногой сделали шаг на европу или сторону демократического государства нас не интересует то что происходит в россии пример да ну как бы потому что мы здесь построим свое демократическое свободное государство а вы уж там как-нибудь разбирайтесь ну как бы так не бывает мир как бы слишком взаимосвязан то есть проблема прав человека беларуси это проблемой всех проблем прав человека в россии проблема всех мне кажется это сейчас очевидно для очень многих вот какие выводы из этого были сделаны пока не ясно может быть будет сделан вывод надо отгородиться от этих изгоев и строить свое отдельное мирное европейское пространство на границе поставить железный занавес или большой забор в надежде что мигранты например не будут через него лезть и не придется от них отстреливаться а внутри у нас будет все хорошо справа человек вот это тоже как бы парадокс того когда в ответ на кризисы мы строим стены да и пытаемся отгородиться в этом взаимосвязанном мире отгородиться уже не получится нам придется договариваться с теми кто нам неприятен с теми кто нам оппонирует с теми кто разделяет другие ценности искать какие-то общие точки соприкосновения вот права человека один из инструмент может быть не единственным один из инструментов таких договоренностей помните когда я говорю про все общие декларации прав человека я говорил о том что это одна из первых и уж как ни странно успешных попыток на универсальном на глобальном уровне эти договоренности достигнуть если был уже успешный опыт значит он возможен и будущем вот это моя нотка активно под конец вот и последнюю фразу я скажу что как бы сейчас когда многие живые активные люди вынуждены уехать из страны или вынуждены уйти какой-то как сказать полуподполье так далее да то есть мне кажется что не все готовы выходить на площадь вступать в активную борьбу и мне кажется это нормальная история потому что возможно сейчас не менее важно это как раз вести такие дискуссии на задуматься над этим вопросом читать книжки думать каким будет мир после того как этот кризис уляжется да как бы помимо героев нужны еще те кто собственно будет помогать выстраивать контуры нового мира он проявляется в самых разных своих моментах в той солидарности как по которым и говорили международный который сейчас демонстрирует а в отношении украинских беженцев примерно в том возмущении которые там не знаю кадры бомбардировок мирных городов вызывают у людей то есть это основы чего-то наш на чем мы будем возможно строить них и как бы развивать это думать про это возможно не менее важно чем сейчас активно реагировать и пытаться остановить тот кошмар который происходит и то и другое ценно и то и другое важно поэтому в общем оценивайте свои возможности если мы как бы можем как-то вот так сказать быть частью общего какого-то движения давайте думать этим как мы можем это все пережить друг друга поддерживать в этом и двигаться дальше супер спасибо тебе большое за сегодняшний разговор лекции мнения которым успелился надеюсь что это поможет многим может быть по-другому осмыслить все эти процессы и роль прав человека в актуальных процессах мы как раз хотим в пятницу с костей дикторио поговорить про то формате даже семинара как влияет права человека на военные конфликты мне кажется что это такое уже более сужение того что ты сегодня начал говорить спасибо мне кажется отлично я скину в чатик еще мой личный адрес потом отдельно дополнительные материалы у нас будет по странице мы это всем пришлем опубликуем что больше возможно не обещаю прям очень быстро но постараюсь спасибо большое за ваши вопросы за ваше участие и если что пишите я буду рад какой-то обратной связи тоже от вас